Русский музей Русский музей Русский музей Войны киевского режима Против населения Луганской и Донецкой Народных Республик Директор исторического музея Алексей Ливыкин провел экскурсию По выставке Из более чем 5 миллионов экспонатов Хранящихся в Гиме Отобрали 10 наиболее знаковых Среди них украшенная бирюзой Изумрудами сабля князя Дмитрия Пожарского Митра Гидеона Святополк Четвертинского, киевского митрополита, при котором две части Русской Православной Церкви, Киевская и Московская, восстановили историческое единство. А это жалованная грамота Екатерины II графу Орлову в честь его победы над турецким флотом в Чесменском бою. Менялись времена, менялись эпохи, идеологии менялись. Одни правители уходили, появлялись другие правители. А исторический музей продолжал выполнять вот эту функцию. И выполняется и сейчас. Развитие самопонимания и самосознания русского человека, что очень актуально. Это актуально было в XIX веке, это было актуально в мирное время, это было актуально в военное время. Это актуально сейчас очень, это будет актуально в будущем, потому что государство без этого существовать не может. Открыл концерт торжественный коронационный марш Чайковского в исполнении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Самарский академический театр оперы и балета представил фрагмент оперы «Глинки. Князь Игорь». А солист Большого театра Михаил Казаков исполнил Арию Кутузова из оперы Прокофьева «Война и мир». А это уже российский роговой оркестр, уникальный коллектив. Звучит марш егерского полка. Вся более чем тысячелетняя история России. Перед зрителями по очереди разворачиваются сцены, воскрешающие великие события минувших веков, материальные свидетельства которых хранятся в собрании исторического музея. Для утверждения русского самосознания и для развития российского самопонимания. Создать музей, который станет вещественным, выразителем и изобретателем тысячелетней истории русского народа во всех ее видоизменениях и потомых положениях. Вот такая интересная цитата. И вы знаете, я смею предположить, что вот этот наказ Александра Второго в целом выполнялся по всей истории музея. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин